Друзья, привет! Давно не снимала видео, давно не была в подружке. Неделя три, наверное, четыре. Последний раз мне мама по моей просьбе покупала маски и салфетки от пин-капа для снятия лака. Я вернулась из отпуска, меня настигла аллергия, поэтому мой голос может казаться не самым приятным, не самым красивым. Но что поделать, что поделать, еще есть пару дней отпуска, и вот решила сходить в подружку и снять видео, в общем, все сразу сделать. Покупки разные, в общем, что видела, то и покупала. Вот что хотелось, то и брала. Из такого простого, это, конечно же, ватные диски, тут ничего особенного в сторону их. Зубная паста, сплата, отбеливание плюс. По-моему, была неплохая. Чтобы мне поднадоели все корейские пасты, я решила взять что-то такое из обычного, в общем. Освежитель воздуха, какой-то новый, божий, клубничный, хитом было три варианта. Один был с ромом, другой был с розмарином и что-то там, какие-то цветочки. Я взяла клубника и жиика, цедра лайма. Вы тоже любите покупать свежители воздуха, какие-то ароматные, такие сочные, красивые? Я вообще часто использую, ну, просто спреи для тела, я их использую в ванной комнате. Не люблю какие-то резкие, такие ароматы после дождя, лагуна. Ужасно. Так, чекать я потом вам расскажу, что сколько стоило. Из новинок. Такая умывалка Scrap, конечно же, не видно, что за бренд, Himalaya Hairballs. Была с черникой, с персиком, с клубникой, еще какая-то четвертая. Внешне, мне кажется, все гранулы там все одно и то же. Единственное, наверное, будет отличаться от цвета и аромат. Ну, так, взяла на пробу, она была недорогая, рублей сто... Ну, 200 рублей по-моему стоило, что-то такое. Наконец-то в моей подружке появились вот эти маски Lululun. Я все думала, может, ревгошку купить. Я вообще хотела вариант с дыней, но его, к сожалению, не было. Взяла вот такой курс на 7 дней. Буду каждый день их использовать. Надеюсь, не забуду. Вообще, я часто маски делаю. Это просто увлажняющий. Такой пакетик стоит 399 рублей. Ну, по-моему, вполне выгодно. Плюс еще была скидка у меня 15% по карте, поэтому... Ой, ну я сейчас тут, конечно же, не найду. Ну, в общем, нормально, приличная цена. Будем пробовать. Много было хороших отзывов. Вообще, эти маски давно на рынке, но почему-то сейчас я стали на них обращать внимание. И мне кажется, что давным-давным-давно они у меня были. Но я уже точно не помню этого. Саше для белья, шелковые объятия, розы-малины, хлор-доранч. Повешу в шкаф. Люблю покупать саше, что все хорошо пахло, притягненько. Зубная щетка, самая обычная, тоже сплат. Далее, боже, наконец-то, ура, чудо свершилось. Я нашла вот эти патчи с черной икрой. Мне кажется, вот именно их, девушка у нее в бьюти... Забыла, в общем, у них. Она редактор журнала. Она раньше работала в Алюр. Очень красивая, симпатичная, ухоженная. Вот она рекомендовала, как мне кажется, именно вот эти патчи. Черная икра и нарисована акула, если я не ошибаюсь. Я вот долго их искала. Наконец-то нашла. Они были прям вот в доступе. На Новгориевской, если кому надо, берите. Они без скидки стоят 1290 рублей. Прям сегодня я их и налеплю. У меня прям вот большие ожидания по их поводу. На самом деле, я вернулась с моря, и какой-то загар-то был не очень правильный. Мы не лежали на пляже, потому что, ну, не прям так жарко, не прям Майами-бич. Но, в общем, мы гуляли. И один день мы прошли где-то километров 9 в одну сторону. И, конечно же, мое лицо сгорело. Ну, сейчас уже все хорошо, но есть шелушение. Поэтому у меня такой, знаете, курс на увлажнение. Прям максималочка. Взяла вот такие новые маски, что нам обещают. Маска для ца с экстрактом жемчуга и коэнзимом. Без парабенов, не тестируется на животных, для всех типов кожи. Ну, такие новенькие они, с зелеными листиками. Посмотрим тоже, что-то они недорогие. Я по-прежнему стараюсь не покупать дорогие тканевые маски. Взяла увлажняющую мицеллярную водичку, отдав. Мне кажется, что мне ее нет. Хотя что-то в косметичках от Глэмбэк мне попадалось. Я вот покупала умывалку такую розовую. Она как умывалка-скраб. Кстати, мне очень нравится вот этой обновленной линейки дав. Вот мицеллярка, не помню. Посмотрим. Сегодня хочу разобраться в своих запасах. Посмотреть, что есть, что-нибудь новенькое достать. Я и так начала много всего нового тассировать. Думаю, блин, а что все лежит? Что я все берегу это? Живем сегодня, не знаем, что будет завтра. Надо все мазать сегодня на себя. В общем, взяла, посмотрим. Надеюсь, что она хорошая. Что-то захотела снова. Гарнир, конечно, гарниром, но хочется и новиночек. Вот такие взяла патчи. Кокосовая вода и гиалуроновая кислота. У меня, по-моему, была другая версия, которая вот отдельная. Тоже гарнир, тоже новинка. Что-то с цитрусом было связано. Вот таких вроде бы не было. Не помню. Память, она у меня такая, знаете. Вот ничего не помню. Что было вчера, что было позавчера, тем более. В общем, посмотрим. Посмотрим. Стоят они 109 рублей до скидки. И вот такая милота. Как можно пройти мимо такой упаковки? Я не знаю. Конечно, она меня подкупила. Я сначала думала, блин, что это такое? Это патч для носа против чёрных точек. Тоже, знаете, вещь нужная, полезная. А с таким дизайном, ну, и стоит всего 49 рублей. А вдруг работает? По акции был вот этот спрей. Мис для лица гиалуроновый. Я уже на него давным-давно смотрю. И много девчонок его показывали в сторис у себя. Он многим нравится. И сейчас как раз была на него хорошая цена. Но давайте найдём. Давайте найдём. И сейчас он стоит 495 рублей. Был 695. Но за 500 рублей, мне кажется, ничего. Я просто очень люблю мисты. Сейчас у них появились там за 1090 рублей. Такие разноцветные. Жёлтые, зелёные, синие. Они с какими-то витаминами. Но вот за 1000 у меня жаба душа. За 500 ещё могу вот позволить. Ну, плюс хорошие отзывы были, конечно. Они покупают всё время. Из новой коллекции Prime & Last от Essence. Я тоже долго смотрела. Там есть и маска, и праймеры, и матирующая пудра, и матирующие салфетки. В общем, всё для идеального макияжа. Но вроде праймеры у меня есть. Есть любимые. Например, от Arborian. Мисты тоже для фиксирующие, тоже есть. Ну, в общем, так. Я влюбилась в эти румяна. Они очень красиво выглядят. Запечённые. Ой, какие они мягкие. Боже мой. Они как будто, знаете, как будто меняют свой цвет. Смотрите, я провела вот здесь, видите. Сейчас я другой рукой сюда нанесу. Они как будто немножко проявляться начинают. Просто тут они смотрятся намного светлее, да? Смотрите, какие тут. Вот те места, где я не прикасалась. И вот тут. Какой-то у них явно есть эффект. Интересно. Там не было тестера, я сам из тестера. Ну, в общем, тут... Да, смотрите, палец намного ярче стал. В общем, они немножко с проявляющимся эффектом. И тут важно не переборщить. Надо сначала по чуть-чуть их наносить. Ну, на самом деле, мне кажется, они зря так сделали. Вот так вот был очень красивый оттенок. А вот это проявляющееся мне не так, чтобы сильно нравилось. Но попробуем. Может быть, это будет красиво смотреться. Дезодорант новый вышел от DAF. Ну, как пройти мимо, если это кокос и жасмин? Я не смогла пройти, в общем. Люблю очень дезодоранты от DAF. И версия, которая там без пятен, и обычная, и с розовым каким-то кристаллом. Они мне все нравятся. Мне всегда приятная душка, которая не... Ну, не удушает вас, да? Если не крыть дезодоранты, ты их начинаешь распылять, и просто дышать потом в помещении вообще нечем. Начинаешь чихать, и так далее, и тому подобное. Ну, и плюс они хорошо работают. Действительно, не знаю, мне прям нравится. Вообще, в последнее время, прям марка DAF приятно удивляет. Так, и всего два продукта осталось. Боже, ничего себе. Это казалось, что я так много всего купила, но по факту как будто и ничего не взяла. Салфетки для снятия лака как раз, которые я постоянно покупаю. И уже все их видели миллион раз. Люблю, обожаю, постоянно беру. Вот сейчас, как раз, у меня старый маникюр. Прошу за него прощения. Еще до отпуска его дело. Все никак-никак. Вот сегодня планирую перекрасить ногти, сделать маникюрчик. И так у меня блестки. Я обязательно буду пользоваться этими салфетками. Потому что только они могут спасти ситуацию. Вот это вот стоять, обычной жидкостью с ватным диском, стирать эти блестки. Я не могу, у меня не хватает терпения, начинаешь жутко беситься. Здесь прям меньше минуты нужно. Но вы наносите на пальчик, наносите, одеваете. Вот так это все выглядит. Чтобы долго вам не рассказывать, не описывать. Безумно удобно. Гель-лаки я не пробовала им стирать. Мне кажется, когда-то педикюр я их распробовала. Ну так. Можно, но долго. Или, возможно, я не спилила верхний слой, поэтому была проблема. Что-то такое вообще. Не заладилось. Но для лаков каких-то трудных, которые вы не можете стирать, обычным ватным диском, это must-have. Рекомендую искренне уже в 509 раз. Ну и, конечно, много девчонок показывали этот продукт. И мне тоже стало нужно. Это масло для губ от Vivienne Sabo. В трех оттенках. Это самый светлый. Есть чуть-чуть более ярко-розовый. И есть таким, как будто он чуть фиолетовый. Ну, естественно, на губах это будет мало проявляться. Масло для губ. Один из моих любимых продуктов. Вроде и блестит. Вроде и объемчик есть. Увлажнение. Румяна в стике я просто не люблю. Палетка теней очень яркая для меня. Тушь. Я как-то не знаю. У меня нет какой-то огромной, невероятной любви к тушам от Vivienne Sabo. Но не сложилось. Не сложилось ни с Кабаре, ни с какими. Я продолжаю их порой покупать. Они попадаются мне в глэмбэк. И я каждый раз думаю, ну вот сейчас. Ну вот сейчас точно я ее полюблю. Она точно будет офигенная. Пока что этого не случилось. Не знаю. В общем, такие были покупки. Так, давайте по ценам быстренько. Патчи для глаз со скидкой. Напомню, скидка была на 15%. Какие-то товары были по акции. 1095 рублей. Леша, слушай, так плохо напечатано. Пусть будет. 1095 рублей. Есть, значит, патчи. Масло для куб Финсабо 143 рубля. Освежитель воздуха 106 рублей. Румяна 262 рубля. Настя, привет. Вот от тебя пришло голосовое сообщение. Для тебя вот снимаю. В первую очередь. Саше для белья 67 рублей. Маска для лица. Вот это Лу-Лу-Лун. 339 рублей. Мне кажется, здорово. 339 разделите на 7. Я, конечно, сейчас не могу этого сделать. Мне с математикой беда. Но мне кажется, недорого. Щетка зубная 143 рубля. Маска для лица. Вот эта с конзимами, с листочками. 84 рубля. Паста зубная 118. Мис для лица 45. Салфетки для снятия лака. 84 рубля. 84. И там 30 штук. Если не ошибаюсь. Да, 30 штук. То есть полноценный маникюр 10 раз. Ой. Три раз вам хватит стереть. Но мне тоже кажется, что это не очень дорого. Мицеллярная вода. Да. В 237 рублей. У меня просто как раз заканчиваются гарниеры. Я поставила такую вот Ева мозаик. Но что-то как-то... Ой. Собернулся в зеркало. Вся шелушусь. Сейчас смою макияж. Который делала, знаете, для похода подружку. Сделала-ка я макияж. На самом деле, просто соскучилась даже по своим банкам. И выскочила два прыщика. Поэтому я его и сделала. Но по банкам, слушайте, я даже вот подружке своей, с которой летала, рассказываю. Вот когда ты не бываешь неделю, две, особенно две недели дома, где-то в поездке. Потом приезжаешь. Боже, как будто все новое. Ты как будто приезжаешь уже на свой личный магазин. Ты уже забыла, что у тебя тут было. Чем ты красился. Чем ты пользовался. Поэтому, да, хотела вчера разобраться. Так не разобралась. Сегодня план у нас увлажнение, маникюр, разбор в шкафу. Все, загрузите это видео. Вот так и проходит мой понедельник. И остается два дня, так вторник и среда. В серке я уже выхожу на работу. Так быстро заканчивается отпуск. И все хорошее тоже. Так, мицеллярная вода, 237 рублей. Дезодорант. Странно, что-то дешево. Он был 179, а стал 89. Может, какая-то акция была. Значит, я бы не 15%. А, я поняла. Наверное, было 50... Наверное, была акция, да? Два продукта берешь, и на второй скидка 50%. Правильно? Это же 50% получается. Да. Точно. Что-то такое. Я журнал смотрела еще на Кипре, когда была. А сейчас перед подходом даже не посмотрела какие акции. Значит, вот эти патчи, которые... Гарниер с кокосовой водой, 92 рубля. Патч для носа 41 рубль со скидкой. Гель-скраб для умывания 169. Вроде бы рублей не видно. Диски в ванной 55 рублей. Вот. Такая была закупочка. Потратила я на все это 3700. Вот. Точно, да? В минус 50 на второй продукт. Точно. Вот здесь внизу написано. Для особо одаренных, таких как я. Изначально было на 4500, со скидкой вышло 3700. Ну, честно, я так представляю, на 4500 что я тут купила? Ну, да, дорогие патчи. Они стоят 1000 рублей. Окей. Все остальное непонятно. На что были спущены деньги. Но очень хотелось. Очень было все нужно и не нужно. Сами знаете, радовать себя надо. Необходимо жизненно. Особенно, когда у меня я приехала, началась аллергия. Какая-то депрессия по поводу того, что там все такое зеленое, море, все яркое, все так беззаботно. Всегда приезжаю, что такое серое, унылое, болезнь. И, в общем, все. Меня накрылось головой. Я два дня сидела дома. Ну, и, во-первых, я плохо себя чувствовала. Сегодня как-то более-менее вышла на улицу даже. Ну, почти могла дышать. На самом деле, вот когда дождь, легче становится. Пыльца вот эта прибывается. С одной стороны, меня раздражает, что сейчас идет тоже. С другой стороны, мне легче дышать. Как всегда. В общем, ладно. Не будем о грустном. Все хорошо. Такие покупочки. Пишите, что на вам попробовали, когда были в подружке, что купили, что из-за этого пробовали. Мне будет интересно почитать. А я быстрее бегу загружать это видео, не откладывая в долгий ящик. Всех пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok